Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И заканчивая разговор о послании апостола Павла к филиппийцам, мы обратимся сейчас к четвертой главе. В четвертой главе апостол продолжает свое увещевание, обращенное к филиппийцам выше несколькими строками в конце третьей главы. И вот он, смотрите, он говорил в третьей главе о том, что мы граждане небес, мы живем по закону неба, мы с неба ожидаем Спасителя Христа, который действительно всю нашу жизнь и уничиженные тела наши преобразит. И поэтому, говорит апостол в начале четвертой главы, братья мои, радость и венец мой, стойте так в Господе. Вот он предлагает держаться за Христа, распятого и воскресшего, и действительно ожидать Его как Спасителя. Уведомленный, по-видимому, о некоторых разногласиях, и, может быть, даже ссорах в крохотной филиппийской общине, апостол Павел обращается к конкретным членам этой общины с призывом и увещеванием мыслить тоже о Господе. А дальше с четвертого стиха, буквально стих за стихом, удивительные совершенно слова, удивительные формулировки о христианской жизни. Он говорит «Радуйтесь всегда в Господе». И снова говорю «Радуйтесь, радуйтесь тому, что вы в Боге, тому, что Бог умер за вас и воскрес, тому, что Христос, уничиженное тело наше, как было написано несколькими строками выше, преобразит. Радуйтесь той силе Божьей, которая вразумляет, наставляет людей, которые производят в человеческих сердцах и желание, и мотивацию, и мысли о действиях. Короче говоря, радуйтесь всему тому, что в Боге происходит, что ваша жизнь сама действительно в Боге. Это чрезвычайно важная вещь. И согласитесь, что нет впечатления, что мы действительно последовательно исполняем это повеление или этот призыв апостола Павла. Между тем, конечно, безрадостность – это нечто прямо противоположное вере в Иисуса Христа. Дальше апостол говорит «Кротость ваша да будет известна всем человекам, поскольку вокруг филиппийской общины, как и любой другой, много разных трудностей, конфликтов, спорщиков и возможностей навязывать друг другу свою волю». Вот Павел говорит «Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко». И тоже, в общем, мне кажется, нам полезно пытаться проверять свои поступки, свои решения, свои действия вот по этим словам. А дальше Павел говорит вот что «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Вот что значит для него молитва, что значит для него не заботиться ни о чем, что значит для него жить вместе с Богом и радоваться в Боге. Он говорит «В молитве открывайте свои желания, то, что есть в вашем сердце, открывайте Богу». В прошении, ну, в общем, это, конечно, синоним, то же самое. Вот в таком обращении к Богу, в диалоге с Ним открывайте свои желания, открывайте свои сердца. Бог не обязан догадываться, что в наших сердцах. Хотя он, конечно же, видит нас насквозь, как Евангелист Иоанн говорит, не имел нужды, чтобы кто свидетельствовал ему о человеке, потому что сам знал, что в сердце человека. Но заставлять, так сказать, как любовь к другому, заставлять Бога догадываться, что ты думаешь, как и заставлять другого человека догадываться, что ты думаешь, неуважение, открывайте, открывайте свои желания, открывайте свои сердца». И еще Павел добавляет с благодарностью, с благодарением за то, что мы живы, за то, что вот с нами происходит то, что происходит, за то, что мы в чем-то нуждаемся, что-то получаем, что-то понимаем, за то, что мы действительно вот в этом диалоге с Богом существуем, с благодарностью за то, что за все явные и неявные, известные нам и неизвестные благодеяния, которые дает нам Бог. Открывайте свои желания перед Богом. И апостол говорит, вот тогда мир Божий, который превыше всякого ума, мир имеется в виду, конечно, шалом, радостный мир и примирение, и покой. Вот, сохранить сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Значит, чтобы сердца были во Христе, чтобы помышления были во Христе, нам это нужно, да, без этого ты не можешь быть христианином, и это нелегко, сохранить умы и сердца во Христе Иисусе, это целая задача. Как этого добиться? Для этого нужен мир Божий, для этого нужен мир с Богом, мир в сердце, который дает он нам. Как этого мира добиться? Открывать сердца, открывать в молитве с благодарностью. Вот такая вот, если хотите, технология соблюдения сердец наших и помышлений наших во Христе Иисусе. И дальше еще апостол добавляет, наконец, братья мои, думайте не о всяких ужасах и страшилках, или о том, как тяжела жизнь, как безнравственные или злобные населяющие этот мир существа. Он говорит, думайте о том, что любезно, о том, что достославно, что справедливо, чисто. Вот это должно быть в центре вашего внимания. Как в другом месте, в другом письме он скажет, не будьте побеждены злом, но побеждайте зло добром. Вот думайте о том, что чисто. Знаете, я бы сказал, что созерцательная молитва христиан в форме молитвенного чтения Священного Писания, или в форме Богородичного правила, или в каких-то иных формах созерцательной молитвы, опирается не на какие-то там измененные состояния сознания, которые христианам противопоказаны категорически, а вот на то, что Павел говорит, думайте о чистом. Думайте о чистом. Думайте о том, что добродетель, что достославно. И поэтому, когда мы смотрим на Христа, когда мы молимся ему и думаем о Евангелии, вот это действительно исполнение такого пожелания апостола Павла. И Бог мира будет с вами, когда вы действительно вот так направляете свою духовную жизнь. Теперь еще в заключении апостол Павел говорит о воспомоществовании, о той помощи, которую филиппийцы оказали ему, и уже раньше оказывали. И он говорит, что я очень обрадовался, что вы снова начали заботиться обо мне. Значит, речь идет, видимо, о том, что у филиппийцев не было какое-то время такой возможности, но вот они снова начали о Христе заботиться. Вы и раньше это делали, но вам, говорит апостол, не благоприятствовали обстоятельства. Ну, видимо, там что-то такое было, что они совсем никаких денег не могли собрать. Да, может быть, там какой-то голод был. И вот Павел пишет о том, что он благодарен за самый факт, не потому, что он без этого бы не справился. Я, говорит апостол, умею жить и в достатке, и в скудости. Вот, что, кстати говоря, тоже немаловажно отметить. Он действительно честно говорит и о своем умении жить в достатке и скудости, и о своем согласии жить в достатке или в скудости. И вот удивительные слова 13 стиха. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Тоже очень важно понимать, что все призывы апостола, они могут быть трудновыполнимы для его читателей. И вот его призыв действительно сделать Иисуса Христа центром своей жизни, духовной, нравственной, какой угодно. Это трудно, но апостол говорит «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». уповая таким образом на помощь Божью, на то, что сам Господь соблюдет наши сердца и помышления во Христе Иисусе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok